Здравствуйте, друзья! Сегодня монтируем дымоход и банную печь в бане с односкатной кровлей. Сегодня вы узнаете, сколько и каких элементов дымохода нам потребуется и какой мастер-флэш выбрать для этого типа кровли. А в конце ролика мы с вами обсудим смету на дымоход. Евгений, почему нам приходится укорачивать бак? Бак расположен слишком высоко от каменки. Мы пытаемся убить двух зайцев, уменьшить расстояние до каменки от бака и, соответственно, чтобы у нас пошел переходник из тарса до перекрытия, чтобы нормально войти с сэндвичем. Да, потому что бак-то у нас тут довольно большой, поэтому кровля не очень высокая. Да, банька, в принципе, сама по себе маленькая, достаточно. Высота бака действительно ключевую роль играет в данном случае. Поэтому нижнюю часть укорачиваем для того, чтобы эстетично все это смотрелось на месте. Женя, у нас еще же на банную печь вот этот переходник устанавливается, да? И ты его решил на улице надеть на бак? Да, потому что он надевается достаточно туго, чтобы его не пришлось на печке забивать. Все соединения мы проходим герметиком. Любимые пальцевания? Да. Ну, какой прочный намкашный чугун, да? Да. Евгений, ну, с чем мы опять тут столкнулись? Заказчик подготовил короб под потолочно-проходной узел. Проем, да? Да, ну, не короб, да, проем. И, соответственно, немножко ошибся с центрами. То есть, соответственно, левую сторону мы сейчас будем расширять, а поскольку у нас крышка ППУ будет очень больших габаритов, то есть мы спокойно можем вырезать столько, сколько нам потребуется. Угу. То есть мы будем увеличивать здесь порядка 9-8 сантиметров, и здесь на одну вагонку увеличу. Евгений, а как так у нас получилось, что это же печь «Сибирь» от компании «НМК», и у нее выход дымохода смещен к передней стенке, да? А здесь у нас, смотри, столько места для монтажа появилось. Вот, мы пытаемся отбить, да, центр оси дымохода. Что вы сделали с печкой? Мы перекрутили верхнюю часть чугунного элемента раздвоенного, перевернули его для того, чтобы отступить от фронтальной стены со стороны парной, дабы избежать перегрева элементов стены. Стены, да. Стены. Так, маркерный саморез на кровле у нас уже, да, закрутили, и сейчас сверху будем пилить профлист. Да. И я так понимаю, мы вновь самостоятельно изготавливаем проходной узел? Да. Мы уже давно взяли за правило, что мы используем готовые потолочно-проходные узлы, если они не куплены заранее заказчиком, и в целях экономии заказчик говорит, ну, ребята, давайте ставим то, что есть. То есть, в таком случае мы его дополнительно обустраиваем, то есть, утепляем, делаем короб из зола в него. Итак, силикат кальция. Из него будет делать внутренний короб для ППУ. Да. Размеры имеют значение? Вообще мы стараемся делать их по-разному. То есть, если это большая температурная нагрузка в зоне потолочно-проходного узла, то мы делаем вплоть до двух слоев. Если это баня, тем более с теплосъемом, здесь можно уменьшить это расстояние. То есть, печь камина, если, допустим, термоперекрытие, мы стараемся сделать немножко пошире, чтобы воздушное пространство оставить. То есть, и ватой тиф набиваются не в полном объеме для того, чтобы был воздушный карман для снятия этого тепла. Вообще, стараемся, в принципе, делать небольшие из зола короба, а все остальное набиваем ватой. Во-первых, это для заказчика дешевле получается. Во-вторых, есть и смысл огородить огромный, то есть, делать перерасход материала, если можно сделать маленький... Его будет достаточно, да? Да, маленький короб, его будет достаточно. А потом все вместе опустим, да и все. Главное, чтобы тут вырвать, не вырвать. Вот, по сути, самая важная часть в потолочном узле, это вот именно вот этот вот. Четко, чтобы зон встал. Чтобы не было внутри больших зазоров. Слушай, Джей, можешь по-хорошему еще мастикой жаростойки промазывать углы? Есть ли в этом необходимость? То есть, мы по торцам прокручиваем саморезами, для того, чтобы он внутри не распался. Ну, на всякий случай. Просто вот четыре самореза пусть. Он сшивается и все. Но, учитывая, как он распер и что его потом держит в фланец, жестко, мы плотно ничего внутренне набиваем. Это, наверное, единственный минус этого материала в том, что он очень грязно работает. Что мы делаем, Евгений? Мы убрали молдинг или плетик по-другому, чтобы сместить на перспективу, если в дальнейшем здесь будет отделываться, чтобы можно было листы стыковать друг с другом без проблем. И заставляем центр, потому что у нас фланец без отверстия. Соответственно, мы сейчас подготавливаем разметку, для того, чтобы выпилить в нем... Диаметр трубы? Круг? Лайфхак! Круг или не ровно. Субтитры создавал DimaTorzok Нужна консультация по оборудованию? Пиши нам в WhatsApp. Как ты это сделал? Я что-то посмотрел. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вы вообще... На самом деле картон чисто технически можно использовать не целиком с точки зрения экономии, а складывать полосы. Главное, чтобы эти полосы заходили полностью до края и до ваты, которая используется. Но тогда утепление надо на сантиметр увеличивать и прожимать в тех местах, чтобы с металлом был полифлотный контакт. Ну, самый идеальный вариант это вот полная набивка, соблюдение всех толщин. А так у нас несколько своих внутренних рокула и зола, они немножко просядут относительно по общей плоскости. Добавил Димой Торзок Добавил Дмитр Ребят галочка Добавил Димой Торзок Добавил Димой Торзок аккуратно а я сейчас еще его поверну вот так вот да хоба чуть-чуть по ней стукнет вот ага ну Евгений, что ты там делаешь вдалеке? Я хочу убедиться в том, что року изол, изоляция на нужной нам высоте, плотно прилегает друг к другу, то есть вот поправить, в данном случае немножко разъехал за коробку, и набить ватой тип, потому что больше нету других возможностей заполнить пространство, то есть снизу уже фланец, вверху маленькое отверстие, а вот тут вот, я скажу так, очень комфортно, в кавычках. Обо всех подробностях монтажа мастер-флэш и креплений дымохода к кровле мы расскажем в одном из следующих выпусков, так что подпишись на наш канал, чтобы не пропустить ролик. Жень, какие сложности могут быть у рядового потребителя, который сам себе строит баню, проводит воду с помощью вариты? С точки зрения бака на трубе, бака рюкзака, единственное, это задир завышения горизонта в сторону верха, то есть в этом случае вода до конца не сливается из бака, остается частично в трубе, в патрубках, что приводит к перемерзанию. С точки зрения водообменников, там гораздо сложнее, то есть неправильное подключение подачи, то есть несоблюдение углов наклона, также и по обратке, то есть несоблюдение горизонтальных участков сливов в зимний период. А в принципе, срезка может еще возникнуть, без специального, допустим, оборудования, в парной достаточно сложно работать. Это одно из первых, во-вторых, труборец есть не у всех далеко, покупать его стоит приличных денег, и покупать его для одного раза не все готовы. Свидим за горизонтом, лучше немножко приопустить, на 2-3 градуса, по принципу канализации скажем так, постоянный наклон вниз, но небольшой, чтобы не повлияло на эстетическую часть. Слишком плотно к стене тоже делать не надо, потому что вот этих соединений есть дистанция, чтобы она ровно шла по стене. Мы это делаем уже в интуитивном уровне. Простой обыватель должен примерно прикинуть, хотя бы вот можно поставить, посмотреть, как она приходит. как сделать так, чтобы дистанция до конца и при этом не обмануться. Раз, два, три, четыре, пять не получится. Четыре оборота. Сходя из-за этого мы понимаем, как бы количество она нам нужно пронести на соединение. Так, давай. Без силикона никуда, да? Никуда. Не рекомендую использовать фум-ленту. Ну, в бане это действительно надо. Да, в принципе, лучше лина ничего еще не придумали, и вряд ли придумают. Блин, конечно, к сожалению, не причесанный. Но мы все равно делаем его ровно. Вот такой пряди нам достаточно, да? Да. То есть, при условии, что у нас одного оборота практически не будет. И он следующий. И вот здесь вот, вот на эту сторону. Он так не будет прокручиваться. Если выникает вот так, подтягивай. Смело так подтягивай. Слегка прижимаем здесь, мелочи и излишки уходят. Отсюда тоже все убираем. Чтобы она пить, которая будет образовываться потом в дальнейшем, не закоксовывала эту среднюю. Вот такой бочоночек получается у нас. Раз. Два. Уже пошло. Три. Четыре. Четыре. Его можно было бы дотянуть. Но, тогда был бы риск, что вот это соединение могло бы лопнуть. в данном случае фанатеть не надо как только то бы немножко пошло жена монтаж мы уже закончили и сейчас остается дело за малым заполним печку камнями но пока давай как вы обещали в самом начале ролика расскажем о том какие элементы дымохода нам потребовались для этой бани ну начнем с того что вместе с печкой шел элемент 025 для увеличения высоты чугунный над каменькой да чугунный элемент бак пойдем по водоснабжению метр трубы веловита фитинг соединения на три четверти с внешней резьбой уголок с креплением кран это что касательно водоснабжения дальше что касательно самого дымохода мы использовали импровизированный переход так как заказчикам было уже куплена часть каких-то элементов и к сожалению труба старта оказалась 120 а бак 115 соответственно мы подрезав так и уменьшили высоту расположение бака чтобы было комфортно и не слишком высоко для залива и сделали из этого соединение которое срезали снизу сделали адаптер папа папа для соединения бака с со стартом дальше у нас идет элемент крышка ппу 800 на 800 миллиметров рокул два листа супер изол маленький листик 61 на метр вата тип 1 тюк базальтовый картон мы вкладывали в элемент ппу два метра дымохода оголовок юбка две штуки одна здесь для декорации вторая для накрывания мастер флеша мастер флеш как таковой метр метр два двухметровая л-образная перфорированный уголок для жестких растяжек и соответственно хомут под растяжки три хомута сэндвича под сэндвич двухсотовый который мы сейчас один кстати здесь смонтируем и один хомут 115 для соединения вот этого адаптера так называемого который мы делали плюс у нас еще идет герметик обычной жаростойки и силиконовой до жаростойки мы постольку поскольку топково крепилась на болты мы скидывали меняли направление патрубка горловины топки для отступления от стены портальную часть горловины самой топки соединяли после того как разрывали зачищали все приводили в порядок и герметизировали снова печным и соответственно силикон для мастер флеша джей до 8 мы вот этот узел с тобой переработаем не будет у нас патрубка и поставим еще сюда шибер это возможно в перспективе в дальнейшем просто мы раскручиваем соединение растяжек ослабляем их приподнимаем этот дымоход ставим уже тогда переходник 115 на 120 ставим шиберную заслонку высота как раз позволяет нам то есть шиберную заслонку мы подрежем по папе для того чтобы по конденсату собрать оставшийся дымоход который у нас будет и приподнимем его как раз ровно по борт мамы до верха без проблем это можно будет организовать дальнейшем итак друзья смета на готовый дымоход у вас будет прикреплена в описании к этому ролику и этот файл будет с актуальными ценами на день просмотра вами ролика итак друзья наш монтаж подошел концу на подиум мы установили чугунную печь нмк себе вывели через кровлю дымоход естественно не забыли про бак самоварного типа к баку мы подвели гофротрубу который подключили кран сетку печи мы заполнили камнями в нее вошло 140 килограммов камней и теперь все готово к первой протопке напомню друзья что все товары которые сегодня участвовали в нашем ролике вы можете купить на сайте fornax.ru и в розничных магазинах сети fornax в городе новосибирске и не забывайте подписываться на канал впереди много интересных монтажей с секретами но я на сегодня с вами прощаюсь легкого вам пара и счастливо